После самых масштабных санкций в истории, введенных после 24 февраля 2022 года, Россия вынуждена резко ускорить процесс импортозамещения. Президент страны Владимир Путин, Минпромторг и Центральный Банк повторяют это слово на каждом заседании. Но простые люди не знают, что это такое. При опросах на улице люди в лучшем случае говорят, что импортозамещение это когда мы будем производить товары сами. Это конечно верно, но что скрывается за этим словом? Какие государства провалили импортозамещение, потеряли время и болтаются в середине рейтинга стран по доходам населения? А какие ворвались в топ и прокачали свою экономику, научившись производить даже то, что не под силу никому? Обязательно досмотрите этот ролик до конца, чтобы понимать, есть ли у России шансы сделать свои гаджеты, или это так и останется мечтой фантастов из Министерства промышленности и торговли. И прежде чем продолжить, мы расскажем об очень интересной находке. А вы знали, что можете следить в Инсте за лайками, комментариями и историями пользователя, при этом анонимно, даже не создавая аккаунт? Да-да, есть такой сервис, который называется Инсташпион, где вы много узнаете о человеке, который вас интересует. Ничего незаконного, просто прикольная информация. Сервис дает возможность следить за 19 типами активности пользователя в Инсте, а в первые 24 часа Инсташпионом можно пользоваться всего за 1 рубль. Просто попробуйте, интересно же, ссылка есть в описании. Но если не доверяете, например, своей девушке или своему парню, то лучше не надо, не расстраивайте себя. Россия активно занимается импортозамещением с 2014 года. Тогда в качестве основных сфер были выбраны продовольственная безопасность, информационные технологии и машиностроение. Сейчас, когда любые поставки в Россию могут быть заблокированы за считанные дни, уязвимой являются почти все сферы экономики. Нужные товары могут просто не доехать до российского потребителя. Власти страны говорят, что зависимость от импортной продукции угрожает снижением экономической безопасности. Соответственно, отказ от импорта призван обеспечить эту самую экономическую безопасность. Как обстоят дела с международным опытом импортозамещения? Китай, осознав, что отстает в сфере производства чипов и электронных компонентов, в 2020 году выкатил крупнейший в своей истории проект по импортозамещению. Невиданные 1 триллион 400 миллиардов долларов, выделенные правительством Поднебесной, и стремление дать пощечину своему давнему недругу Тайваню, который является лидером по производству полупроводников, оживили экономику и запустили глобальные процессы. Деньги выделялись только большим компаниям, Alibaba Group, Huawei Technologies и другим монстрам. Интересно, что инвестиции были не только государственными, часть денег давал бизнес. Такой вот коммунизм по-китайски. Поставленная цель была в том, чтобы снизить зависимость от американских компаний, IBM и Oracle. Ну и, конечно, Пекин, как всегда, топит за суверенный интернет. Поэтому вторая важная задача, которую они поставили, замена серверов в дата-центрах страны на полностью отечественные. Китай начал охоту за головами и стал платить IT-специалистам и профессионалам на производстве больше, чем в других странах. Зарплата в 2-3 раза выше, чем в топовой тайваньской компании TSMC. И пошло-поехало. Через год появились первые достижения. Одна из китайских компаний заявила о разработке собственного оборудования по производству микрочипов. Другая разработала 512-ядерный процессор. Результаты работы по созданию своих чипов представили Oppo и Huawei. Huawei вообще построила собственный завод по производству новейших чипов. На подходе массовый выпуск довольно крутых видеокарт. В общем, у Китая, насколько можно понять, все идет по плану. Импорт и замещение полупроводниковых чипов выполняется полным ходом. Коррупция в стране, конечно, не побеждена. Но за большие взятки, особенно связанные с воровством бюджетных денег, в Китае предусмотрена смертная казнь. Поэтому желающие хапнуть из бюджета там являются вымирающим видом. И да, программа, рассчитанная на 5 лет, идет только 2 года. Так что достижений там еще будет вагон и маленькая тележка. В Южной Корее подход был более основательным. Все началось в далеком 1957 году. Продвинутого производства в стране тогда, конечно, не было. После того, как удалось освоить изготовление изделий легкой промышленности, государство взялось за производство оборудования и попутно создавало транспортное машиностроение. Импортозамещение совмещалось с жестким государственным регулированием. Южная Корея добивалась рекордных темпов роста на протяжении почти трех десятилетий. Начиная с 60-х и заканчивая 80-ми, она росла как ненормальная. По важнейшим экономическим показателям, им удалось в 4 раза сократить отставание от развитых стран. На выходе у Сеула появились гигантские компании, которые генерируют прибыль и платят огромные налоги в бюджет. Samsung, LG, Hyundai и BTS. Ладно, шутка. Эти крупные компании так важны в жизни Южной Кореи, что для них даже выдумали отдельное название – Чиболь. Отчетность этих компаний публично. За коррупцию, связанную со взятками от Samsung, посадили ни много ни мало президента страны Пак Кын Хе. Интересно, что про возможность посадки главы соседнего корейского государства думает непотопляемый Ким Чен Ын. Варианты пишите в комментарии. Это Сеул в 1955 году. Так выглядела набережная столицы в 61-м. А вот так выглядит Сеул сейчас. Конечно, можно сказать, что прошло уже 60 лет. Но если вы посмотрите, например, на Африку или некоторые страны Азии, такие как Бангладеш или Камбоджа, то увидите, что за это время там почти ничего не изменилось. Эксперты говорят, что далеко не всегда импортозамещение дает положительный эффект. Во время Великой Депрессии 30-х годов, когда экономика США находилась в ужасном состоянии, страны Латинской Америки, которые поставляли туда сырье, пострадали не меньше. Дело в том, что их экономики были заточены под экспорт в США конкретных видов сырья. Поэтому, когда не стало рынков сбыта, пришлось развивать другие отрасли и врубать тумблер импортозамещения. Но в странах Латинской Америки оно давало плоды только на первых порах и позволяло добиться самообеспеченности по некоторым видам потребительских товаров. Этот этап завершился уже в 60-х, и в дальнейшем политика импортозамещения стала создавать серьезные проблемы для экономик тех стран, которые следовали ей слишком долго. Эти ребята легко справлялись с тем, чтобы научиться делать продукты питания и изделия легкой промышленности. Но вот когда они попробовали делать машины, оборудование и станки, вдруг оказалось, что для этого уже необходимы серьезные инвестиции и современные технологии. Естественно, на пустом месте взять это было неоткуда. Небольшие размеры национальных рынков, низкая квалификация и дисциплина местной рабочей силы привели к тому, что себестоимость продукции в этих странах была слишком высокой. В итоге Бразилия, Мексика и Аргентина просто спустили бабло и потеряли время. Они не вышли в лидеры и так и остались средняками рейтингов по уровню жизни. Что касается России, то по данным Государственной информационной системы промышленности видно, что планы по импортозамещению выполняются лишь частично. Нефтегазовое машиностроение по-прежнему на 71% зависит от импорта, станкостроение на 93%, а медицина на 73%. Страна, мягко говоря, сильно зависит от товаров, привезенных из-за рубежа. И именно поэтому срыв поставок грозит кризисом в разных сферах экономики. Зато импорт в страну продуктов питания реально снизился. Относительные успехи тут безусловно есть. Свои гаджеты сделать получится вряд ли. Уж больно сильна конкуренция на этом рынке. Посмотрим, справится ли правительство России с навалившимися проблемами. И да, с 2014 года, когда было объявлено о политике масштабного импортозамещения, многое сделать не успели. Но теперь у властей РФ мотивация есть точно, так как права на ошибку уже не будет. Есть тут директор обувной фабрики? А, конечно, есть. Я... Извиняюсь, вы ботинки какие носите? То есть... Как это? ФРГ, фирма Саламандра. А теперь будете носить ботинки своей фабрики? Целый месяц. За что? А в этом и есть суть эксперимента. Что производите, то и потребляйте. Теперь... Вы. Нет, нет. Не имеете права. Я жить хочу. Я не хочу в могилу. Это уж чересчур. Он что, директор кладбища? Директор треста столовых. Ну, эксперимент экспериментом, а рисковать кадрами мы не можем. Вот именно. Кадров не хватит. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пиши, что ты думаешь про импертозамещение. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok